GPS-навигатор будущего делают здесь. В одной из лабораторий Самарского университета создают навигационный приемник на основе собственной технологии. Она точнее и мобильнее существующих. Для нее в жизни найдется сразу несколько применений. Можно сделать высокоточный компас, который не будет уходить в соответствии с временем. Это можно сделать точную систему для синхронизации времени или приемник, который будет работать в сложных условиях или быстро фиксировать позицию с высокой точности до миллиметрового уровня. Ученые для себя определили три главных направления работы. Создание новых устройств, повышение точности позиции и так называемый снэпшот технологии или технологии мгновенных измерений. Проще говоря, такой приемник работает не постоянно, а включается, чтобы определить местоположение и отправить данные на удаленный сервер. Занимает это около сотни миллисекунды. Информация обрабатывается на сервере, так что подделать данные на месте просто невозможно. Курирует работу лаборатория профессора изданий Кай Буре. Он и предложил первым использовать технологию мгновенных измерений. Технология будет востребована, поскольку в классическом приемнике требуется 1-2 года для внесения изменений, а в программном приемнике всего 2-3 месяца. Так что от идей до рыночного продукта проходит меньше времени. Это делает нас конкурентоспособными. Пока есть только математические модели изобретения, но уже сейчас ученые начинают приносить свою теоретическую идею в железо. Сделать это поможет грант на 2 миллиона рублей от фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Валерия Макарова, Григорий Плешаков, События.